Семейной группе из Таницы Анамска уже три года. 7 октября 2009 года в семье Петрушиных родилась Тройня. Две девочки и мальчик. Создание семейной группы для родителей – хорошая альтернатива дошкольного образования. Детский сад создать – это поддержка нашей администрации. Очень правильное решение. В такой ситуации мы не можем нигде работать. Действительно, только дети. Но я скажу, что очень большая ответственность. Когда берешь на себя такую ответственность, именно этот детский сад, именно хочется, чтобы дети были развитые, воспитанные. Сложновато было первое время, но сейчас мы уже так вливаемся. Мама Татьяна, она же воспитатель в группе. Человек творческий. Любит готовить, шить, вязать. Поэтому сама счет детям разные костюмы. Дополнительно ребята ходят на занятия в музыкальную школу. И скоро всем им предстоит выбор музыкального инструмента. Для Тройняшек дома в семейной группе есть все условия. Родители уверены – лучше, чем в детском саду. Ведь мама всегда рядом. Галина, Валерия и Матвей очень любят рисовать и рассказывать стихотворения. Как тебя понять, ты в мою окон-то глянь? Ой, забыла, что ты не пыла. Отвечала связь, поеба не пытка, чтобы до тебя сглась ядруги улыбка. Детям скоро исполнится по пять лет, а они уже начали учить буквы и счет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В Анапе организована 81 семейная группа детского сада. Такую группу можно открыть многодетным семьям, имеющим трое и более детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. За свою работу воспитатель и, может быть, один из родителей и нянечка из числа родственников получает зарплату. Из городского бюджета выделяют денежные средства на питание из расчета тех норм, которые необходимы для дошкольника. 85 рублей в день на каждого ребенка. Продукты получают в детском саду на месяц. На данный момент в Анапе заявки подали еще 17 семей, которые хотели бы организовать группу семейного воспитания. Группа формируется следующим образом. Сначала выходят сотрудники образовательного учреждения, смотрят условия, разговаривают с родителем. Дальше вместе с Роспотребнадзором смотрят санитарные нормы соответствия их для того, чтобы открыть здесь семейную группу. И затем приказом управления образования эта семейная группа открывается. Идет финансирование. В семье БАК из станицы Гостогаевска 5 детей, 4 дошкольника. Славику 6 лет, Алине 5, Карине 2 года и самому маленькому Олежке всего годик. Мама Мария – воспитатель семейной группы. Наша группа уже работает давно, с 10-го года, с октября месяца. Мы занимаемся с детками, занимаемся и творчеством, и рисуем, и лепим, играем. У нас и физкультурные занятия, и игровые. Дети любят рисовать, вырезать. У каждого ребенка своя личная папка с разными поделками. Из бумаги, листьев, ракушек и других интересных материалов. Своя мама, что это? Это луна. Из пазлов. Из пазлов ты это делал? Из пазлов, это макароны. Для детей в доме созданы все условия. В игровую ребят, как в настоящем детском саду. Игрушки и развивающие игры – поле для занятий и творчества. Скоро условия станут еще лучше. Семья переезжает в новый дом, где дети начнут готовиться к школе. Рыки в воде, птички везде. Ла на бегу, цветы на луку. Людям спаситель этих и тех, а на детишек больше всех. Рыки в воде, птички в воде.